сегодня у нас интересная тема можно сказать продолжение темы про имен бога ну соответственно если идет тема о имен бога то сразу вспоминаем святели еговы и это понятное дело потому что больше всего зациклены на именах бога как раз они хотя меньше всего про имен бога конечно тоже знают ветер еговы вот как бы ни странно это звучало и по каким-то странным обстоятельствам они почему-то вот идешь куда-то в метро идешь после работы полудреме подходит сидите начнет говорить себя про егов как будто я их как магнит притягиваю к себе может они хотят действительно что-нибудь новое знать поэтому они чувствуют это кто его знает вот ну короче как бы ни было да вот на днях тоже там пришел мужичок в жилетике сел рядом с усиками и гайд я пришел вам ну они вот потому что в метро все таки да не слышно лука идет гайд я пришел вам рассказывать про про бога только тебе не хватало после работы уже не знаю куда деться уже второй сон вижу а ты это про имен бога ну ладно ну рассказали туда-сюда короче друг друга поняли да я рассказал про тайну jvh который уже как бы проходили вот он задумался но обещал вернуться знаю как он вернется адресами не поменялись там телефон я свой не сказал кто его знает вот ну раздела на это пошло давайте продолжим потому что тема действительно интересная кстати эта тема может интересовать также иудеям также мусульманам но больше конечно больше святелям ягов и вот почему потому что все таки если людей принимает только ветхий завет до мусульман все свое а вот все снигом все-таки у нас книга 1 хотя у них и отчасти искаженная но то есть корень как бы да вот ядро одно поэтому и принципе есть больше оснований с ними вот по этому поводу поговорить дело в том что про личность иисуса христа вот уже две тысячи лет идут споры нет наверное не то что наверное точно нет ни одного ни одного такого вот ни одной такой личности во всему миру который не вызвал бы такие сотрясения во всем мире вот нет такого что в религиозном что в историческом любом контексте если взять иисус христос пришел мир и мир из мира действительно был взят как и он сказал не думайте что я пришел принести мир не без принес принес а меч да вот я принес еще разделение и действительно вот если дело касается другим религиозным лидерам там все понятно ну например будда там принимаешь буду не принимаешь нет там несколько разногласий по поводу личности будды ну или ты буддист или не буддист до телеков участвовали не принимал или кришнает или не кришнает и индуист или не индуист да ты за 1 300 не за 1 3 мусульманин и мусульманин а как доходит до христа все начинается тут же начинаются споры тут же начинаются вот привлекание потому что во первых это ворочество как и сказал старец симеон который взял младенца христа в свои руки помните евангелие об луке и сказал да и у мать что этот младенец станет поводом да многих привлеканий действительно так и есть привлекания идут и идут и идут и даже и не заканчиваются при том эти привлекания не идут не только отношения например разных религий но и в самом христианстве то есть о личности христа мнения разделились мне не разделили же самом первого века начались вот споры кто такой иисус христос и до сих пор продолжаются да и в разных религиях то же самое то есть берешь притом другие религии даже язычники даже все признают иисуса христа бедающейся личностью да и пророком и чтобы действий что даже а пришла эти горят а какой иисус христос это же аватар кришны то есть они тоже принимают только по-своему мусульман это великий пророк да когда они не понимаете он просто человек великий пророк да и там вот не знаете как его любим уважаем вот и дальше идешь уже и христиане начинают принимать ванга сказал да христосу это значит такое это просто огромный огромный горит огромный горит огненный шар ванге даже есть свое представление христа вот но то есть никто безразлично мимо христа проходить не сможет при том христианство такая религия которая именно связана прежде всего с христом то есть без христа христианство нет вот например снимите буду из буддизма буддизм может быть может быть что учение оставил учение умер все а учение пользуется уберите мухаммед из ислама ислам будет будет мы что проповедовал получил типа откровение идет идет он умер умер да вот любую религию любая религия она как отдельное учение может существовать и без предводителя или создателя данного учения а отстраните христа христианство христианство нет почему потому что христианство это есть христос потому что без искупительной жертве христа христианство не существует независимо того что он сказал как он сказал то есть христианство зависит не от учения христа от самого христа поэтому не начинаем думать почему христос вызвало так много споров и почему именно в округе его личности так много разногласий но тут конечно без рукава не обойтись то То есть тут дело не только в человеческих мышлениях и разногласиях, но и это еще и сверхъестественная, то есть идет духовная борьба, как говорит апостол Павел. Поэтому сам дьявол, конечно, увидев, как он потерпел поражение, конечно, всякими способами хочет внушить людей, что на самом деле Христос не больше, чем он сам. То есть он такое же сотворение, как он сам. Это очень важно. Почему? Ну, потому что невиносимо, что Бог мог стать человеком, и он так обманулся. Он очень ужасно обманулся дьяволу, потому что на пике своей славы, когда он думал, что все, победил очередного праведника, убил его на кресте, он потерпел поражение. Ну, поэтому и в книге, например, про Родни Саи говорится, что «Как упал ты с неба тельница, с инзари разбился о землю, попиравший народы, оковарил сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой и сяду на горе сомни богов, на краю севера». Понятно, да? Ну, и другие пророчества, например, да, если продолжить Исаии, что взойдет на высоты облачные, но ты низвержен в ад в глубине преисподней. То есть, ну, был низвержен. Поэтому Христос говорит, я видел фатану, спадшего с неба, как молнию. Ну, или вези келья. Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находил сведения в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огненных камней. Ты совершением был в путях своих со дня сотворение твоего, сотворение твоего. То есть, тут подчеркивается, что Деница – это сотворенное существо. Соответственно, ему очень плохо, когда говорят, что Христос не сотворенный. Ну, то есть, превосходство на глазах, поэтому сказать надо, что он тоже сотворенный. Ну, вот, понятное дело. Но, в чем тут проблема? Ладно, ну, сотворенный, не сотворенный. Давайте все-таки вернемся к нашим баранам. То есть, в чем проблема с ветерями Яговой? Дело в том, что когда говоришь в Ветхом Завете, кто разговаривал с израилетянами? Кто разговаривал с Божьим народом? Конечно, Ягова. Говорю, хорошо. Хорошо. Тогда, как получается? Как получается? Например, берем книгу числа. «И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа и сыновь Израилевых». Почему? Потому что они начали роптать против Моисея и Господа. Вот. И тут возвращаемся в Новый Завет и читаем. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Оказывается, что Господь, который наказал израильский народ змеями, это был тот же самый Христос, да? По апостолу Павлу. Но апостол Павел не мог ошибаться. Все-таки апостола Павла в Святой Вегове тоже принимают. А тут получается, что апостол Павел говорит, что за 1400 лет до рождения Христа Христос наказал израильский народ. Как это? Вот. Или побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой. Кто может дух принимать? Дух принимать может только Бог. Вот. Потому что, сказано в книге Экклесиаста, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. То есть, кто дает, тот и забирает. Поэтому Стефан, который перед смертью молился, что Господи Иисусе, возьми дух мой, да? Вот. То есть, он уже в первом веке уже говорил, уже говорил с сознанием, что Иисус Христос не просто мессия, а именно есть Сын Божий и Бог. То есть, Бога-человек. Вот. То есть, тут получается противоречие. То есть, какой-то облом получается. Да? Вот. Потому что люди верили, верили, что Иисус Христос сотворенный и никакой не Бог. А тут апостол Павел говорит, что не будем искушать Христа, как некоторые искушали его в пустыне. Да? Да и сам Христос говорит, в принципе, в Евангелии Адриана, когда говорят, что кто ты, он говорит, я и сущий. То есть, за это и камнями хотели его побить иудеи. Говорит, ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Да? Вот. Ну и первые христиане, если некоторые говорят, что первые христиане не считали Христа Богом, так именем кого они лечили людей. Вот Петр, когда Храмова с рождения, что сказал? Говорит, серебра и золота не имею, да? Но именем Иисуса Назарея сказал, говорю тебе, встань и ходи. Человека, то есть, исцелить, да, или с помощью, то есть, через какое-то имя, то есть, можно только употребив, как бы, имя Господа. То есть, если ты говоришь, вот, то есть, Господи, прошу тебя, исцели, это понятно. И когда ты говоришь именем Иисуса Назарея, я тебе говорю, встань и ходи, значит, ты его считаешь Господом. Поэтому их тут же схватили и отвезли в храм для разбирательства. Понимаете, да? То есть, что требовали первосвященники и первых христиан? Они говорили, делайте, что хотите, верите своему этому назарецкому проповеднику, но не лечите его именем, потому что можно лечить людей только именем Бога. Бог лечит людей, да? А вы человека за Бога. То есть, вы даете. Ну, если мы ошибаемся, зачем тогда люди лечатся, в принципе? Наоборот, Бог должен был нас наказать. А тут получается, что люди, то есть, такие люди исцеляются, которые вообще никто не исцелял. Ну, Христос до этого исцелял, понятно. Ну, вернемся к Ветхому Завету. Все-таки. Вот, это книга, исход, третья глава. Моисей пас овец у Яфора, тесте своего священника Мадьямского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего кузни сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть и возвал к нему боки среди куста и сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я. Итак, получается, что сначала говорится об ангеле Господнем, а потом этот ангел Господнем вдруг превращается в Господа самого. Так кто говорил с Моисеем? Все говорят, что Бог говорил. А при чем тут ангел Господень? И это не только в этом месте. То же самое с Авраамом. Разговаривает один момент ангел Господень, потом разговаривает Господь. То же самое с Агарио. С Агарио, то есть служанкой. Разговаривает ангел Господень, потом этот ангел Господень отодрестляется самим Господом. Но если следить в Иегове, спрашиваешь, кто разговаривал за все это время с ними? Они говорят, Господь. А кто тогда ангел Господень? И почему Господь и Ангел Господний это одно и то же в Ветхом Завете? Вот тут у них ответов нет. А дело в том, что Ангел Господний есть Иисус Христос. Поэтому апостол Павел не ошибается, когда говорит, искушали Христа, поэтому и погибли. А почему называется Ангелом Господним Господь? Потому что тогда считали как раз, что Сын Божий, он как считается как Ангел. А что такое Ангел? Дословный перевод. Посланник. Посланник, Вестник. Понятно. То есть есть Бог Отец, есть Бог Сын. Ну понятно, не три Бога, а один Бог, просто три лица. Мы сейчас об этом не будем говорить. Тогда сотового телефона нет, ничего нет. Если ты хочешь кому-то, например, позвать своего соседа к себе домой в гости, что ты говоришь? Ну сыну говоришь, сынок, скажи ему, пожалуйста, пусть придем, мы хотим вместе кофе попить, например. Да, сын идет и говорит. Понятное дело. То есть Бог Отец Сам, Бог Отец Сам не является людям. Поэтому и апостол говорит, Бога никто не видел, кроме Сына. Сын явил Его нам. То есть кроме Иисуса Христа Бога никто лицом лицом не стоял и не видел. Там, где говорил Господь, это и был Иисус Христос до воплощения своего. Мы говорим о Ветхом Завете. Понятно. Вот. Поэтому вот в всех этих местах, в всех этих местах, где Господь разговаривает своим народом, разговаривает Христос. Второе лицо Святой Троицы. Понятно, да? Не какой-нибудь ангел. Да? Если был бы ангел, ангел и говорил бы. Но тут мы видим, что в одно предложение и Господь, и ангел. Потому что древние евреи понимали под ангелом Господи, под ангелом Господи, как раз вторую ипостась Святой Троицы. Есть еще и другое оборудование речи. Назвался еще ангел лица Его. Ангел перед лицом Его. Ангел лица Господа. То же самое. Сейчас мы до этого еще дойдем. Вот. Итак, в случае Моисея мы поняли, в чем дело. Пойдем дальше. «Господь же шел перед ними днем в столпе об облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, доби идти им днем и ночью». Это исход тринадцатая голова, да? «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом Израилевых, и пошел позади их». То же самое. То есть, в одном месте написано, в тринадцатой главе написано, что Господь шел перед израильтянам. В четырнадцатой главе говорится «ангел Господи». То есть, опять, да? Вот. Но один из самых интересных моментов, это книга «Судия». Вот хочу более подробно читать, чтобы было всем вам понятно. Смотрите. Это книга «Судия», тринадцатая глава. «В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной». Потом не скажете, кто был сыном Маной. «Жена его была неплодна и не рожала. И явился ангел Господень жене, и сказал ей, вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Жена пришла и сказала мужу своему, человек Божий приходил ко мне». Смотрите, ангел Господень явился, ангел Господень явился, но явился в каком облике? В облике человека – это тоже намеки на человечность Христа. То есть Христос явился жене Маной, но она думала, что это какой-то пророк, человек Божий. Да, и пошла и сказала своему мужу, что это человек Божий. Вот, человек Божий явился мне. Ну, потому что женщина не могла понимать, да, кто она, кто он, что он, откуда он. И Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого послал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. И услышал Бог голос Маной, и Ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле. И Маной мужа ее не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему, «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женою свою, и пришел к тому человеку, и сказал ему, «Ты ли тот человек, который говорил со всей женщиной?» Ангел сказал «Я». И сказал Маной ангелу Господню, «Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маной, «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего». Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то возноси его. Маной же не знал, что это ангел Господень. То есть он тоже его принимал как за пророка, за человека, и хотел угостить. А он намекал, как мне надо угостить, надо принести жертвоприношение, что я не просто человек. А кому жертвоприношение? Конечно, Богу. Тут ангел Господень уже сам намекает, что он не человек и даже не ангел, а есть, то есть он и есть Господь. «И сказал Маной ангелу Господню, «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя?» «Когда исполнится слово твое». Интересный момент. Два места вот в Ветхом Завете, когда человек спрашивает имя Господа. Моисей спрашивает и получает, какой ответ, то есть «я ест сущий». Что и Христос говорит «я ест сущий». Что это значит «я ест сущий»? Это то, что ты мое имя понять не сможешь. То есть «я тот, который вечен». То есть «я есть тот, который был всегда». То есть «я не какой-нибудь божок» или «языческий бог сотворённый». Или «самозванец». «Я есть вечный бог, и мое имя вместить человек не может». Ну невозможно. Поэтому и сказал «я есть тот, кто есть». Почему? Потому что если ты знаешь имя данного существа, данной личности, ты уже познал его. Ты имеешь некую власть. Ты имеешь некую власть. Ну Моисей-то вирус воспитывался в египетской среде языческой. Там было так принято. Ну и в принципе это имеет религовиденческая основа. То есть такую вот именно религиозную основу это имеет. Ты знаешь имя данного бога, ты его познал, ты имеешь определённую власть над данным богом. Так думали. Но вот с истинным богом этот трюк не прошёл. Понятно. То есть ты не можешь знать его имя. Вот просто так его имя знать не можешь. Потому что, смотрите, вот внимательно, что говорит здесь ангел Господень Моноев. Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь от имени Моего? Оно чудное. То есть Моё имя чудное, ты не можешь знать Моё имя. Да? И давайте вот посмотрим, что за чудное имя. Где ещё встречается? Ну, перемещаемся в пророчество Исаии, глава 9. Ибо младенец родился нам, сын дал нам владичество на ременах его, и нарекут имя ему чудное. Сам пророк Исаия говорит, нарекут его имя чудный, советник, бог крепкий. Когда иудеи говорят, что не написано нигде, что неси я, будет богом. Исаия чётко говорит. То есть моё имя чудное. То есть моё имя сказать невозможно. Да? Что и сказал Моноев. И мы понимаем, что тот, который родится от девы, и тот, который разговаривал с Моноем, это одно и то же самое личность. Понятно. Да? То есть это и есть Христос. До своего воплощения. Вот. Нарекут его имя чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Кто может быть отцом вечности, если не бог? Кто может быть князом мира, если тоже не бог? Понятно, да? Вот. То есть тут Исаия чётко говорит. И ангел говорит, моё имя чудное, ты не можешь знать. И взял Монои козлёнка и хлебное приношение, это вот жертвоприношение, вот, и вознёс Господу на камни. И сделал он чудо, которое видели Монои и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Монои и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень. Вот очень интересный момент. Что значит в пламени явился он? То есть жертва была принята. Бог явился им, ангел Господень, то есть явился им в пламени. Да? И когда они это видели, он стал невидим. Вот какой отрывок уже Нового Завета намекается? Какой параллелизм? Помните? Это же не просто так написано. Когда странники из Семауса пошли вдвоем и встретились с Христом. И когда Христос пошел, они не знали, что это Христос. Вошли, и он преломил хлеб. Что сделал? То есть готовился к причастию. То есть совершалось жертвоприношение, таинство. В этот момент их глаза открылись, и они видели Христа. А Христос стал невидим в этот момент. Понимаете? Это то же самое, что здесь. И что они говорят? И сказал Монои жене своей, верно мы умрем, ибо видели мы Бога. То есть вот, они видели, что они поняли, что видели Господа. Но кого видели? Они видели Господа Сына. Но так испугались, что сказали, ну потому что у людей так было принято. Если кто-нибудь увидит Бога, он может умереть. Поэтому и сказали, верно мы умрем, ибо видели мы Бога. Выкрутите телефон, пожалуйста. то есть мы тут видим как раз интересный параллели с Новым Заветом и Ветхим Заветом, а именно, что в обоих местах Господь явился людям, да, и как они поняли, что это Господь, Он стал невидим. Почему? Потому что этим Бог показывает, что когда ты веришь уже в сердце, да, уже тебе необязательно видеть Его телесными глазами. Ты уже видел глазами сердца, ты уже видел глазами души. Поэтому уже, уже иметь Его перед собою постоянно, то физическими глазами смотреть уже необязательно. Поэтому как они Его увидели, Он стал невидим. Поэтому и Христос говорит, я уйду, вы меня больше не увидите, но я пошлю вам Утешителя, Духа Святого. Да? Вот Духа Святого мы не видим, но Он везде, Он с нами. Почему? Потому что когда сердцем уже апостолы были с Христом, уже Христос поднялся в небеса. Вот. Итак, теперь посмотрим, посмотрим уже 63 глава пророчества Исаии, где говорится уже об ангеле лица Господа. Притом вот пророчество Исаии, кстати, здесь фактически мы видим Троицу, Святую Троицу. То есть Он тут говорит не только о Боге Сыне, то есть о ангеле лица, но и о Святом Духе. Вот. Во всякой скольби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви своей и по благосердию своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился, не прятил их, сам воевал против них. Действительно, сам Израиль что означает? Воюющий против Бога. Кстати, когда Якоб воюет с Господом, там тоже один раз говорится Господь, а другой раз говорится ангел Господь. Так же, мы понимаем, что Ветхий Завет просто пронизан информацией о Иисусе Христе. То есть, в Ветхом Завете, когда говорят, нет там троицы, нет, где был Христос, там в Ветхом Завете, так Христос постоянно был с иудеями, постоянно был с своим народом, постоянно помогал их, постоянно наставлял, вот, постоянно назидал. И поэтому Он не говорил, что Я есть сущий, тот, который разговаривал с вами. И говорит, ваш отец Авраам увидел меня и увидел и радовался. Они говорят, как тебе мог Авраам видеть, если тебе 45 лет нет? Как мог Авраам тебя видеть? А именно вот так, что вот этот так называемый ангел Господень и есть Христос, которого Авраам видел, когда хотел принести жертву своего сына, и тогда за руку схватил как-то раз, Христос схватил за руку, и тогда он Аврааме радовался. Поэтому сам Исаак, это означает, что это означает сын смеха, сын радости. Вот, поэтому и назвал своего сына так. Поэтому Исаака принес жертву, а не Исмаила, как мусульмане говорят. Потому что Исмаил уже был взрослой дяденькой тогда. Детьми и женами там сейчас потащишь, да, взрослого мужла на жертву приносит. есть еще интересный момент, последний такой, последний момент, что об этом говорит апостол Павел. Это у яговистов то же самое просто, поэтому я специально подчеркиваю. ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и при том распятого. То есть, если Иисус Христос не Бог, тогда получается апостол Павел какой-то язычник или коммунист. То есть, я ничего не хочу знать, кроме дедушки Ленина со Сталина. Я такой идеолог, я привержен к идеологии, которые создали люди. А он говорит, я ничего не хочу знать, кроме Иисуса Христа. И при том, еще и распятого, еще и добавляю. То есть, того, кого мы считаем Богом, кого распяли, что для вас безумие, вот того я считаю Богом и кроме него ничего не хочу знать. Потому что, если Иисус Христос Бог, тогда можно сказать эти слова. Но если он не Бог, значит, ты человекопоклонник. Тут язычник. Или фанат, например. Ну, ничем не я отличаюсь от фанатов Киркорова и Лицоя. Какая разница. То есть, я думаю, вот сказанное, вот это все сказанное, наверное, хватит, чтобы вы поняли, что Иисус Христос действовал с самого начала сотворения мира, вернее, через него был сотворен мир. Вот. Через слово его был сотворен мир. И в Ветхом Завете он вот в разных именах проявляется, как ангел Господний, какие ангелы лица Господни. Да. И вот приведенные вот отрывки, я думаю, наглядно этого показывают. Если есть вопросы, если есть вопросы, я отвечу. Нет вопросов? Ну, в принципе, есть. Вот иудеи до Христа и после Христа, в принципе, они же много изучали в Писании Ветхий Завет, как они трактовали эти моменты про ангела Господня, как они трактовали, и в особенности моменты из порочества Исаии, где говорится, что ребенка нарекут Бог крепкий, как это вообще можно объяснить? Значит, есть хорошая книга, что многословные не видят, называется «Мессия в Ветхом Завете в свете аравинистических толкований». Значит, очень многие аравинистические толкования как раз так и понимаются. Они начали отказываться от божественного понимания Мессии после возникновения христианства. Потому что Христос не Мессия, то есть Иисус не Мессия, а все, что мессианское есть, божественное на нем исполняется в порочествах. Значит, надо все поменять. То есть лучше не верить в истину, а остаться в своих этих национальных узких рамках, чем верить и покаяться. Потому что никак они не могут все-таки на себе взять то, что они убили своего Мессия, своего спасителя. То есть есть, например, я могу сказать, до 17 века, вплоть до 17 века, 53 глава пророка Исаии как раз толковалась уравином, это фактически почти наши дни, да, как именно, как мессианское. То есть, вот эти страдания, которые были, это были страдания Мессии. А потом, когда, читая это, многие люди начали принимать христианство в Европе и вообще по всему миру, они начали менять, что это относится ко всему еврейскому народу. Хотя, конечно, истековка просто на глазу. Вот. Так же и в других местах. так же и в других местах есть очень много толкований, что талмудических, что роминистических в их религиозных книгах, которые говорятся и о Троице, и о божественности Иисуса Христа и так далее. Просто они предпочитают умалчивать эти моменты, а многие вещи просто видоизменили. Почему? Потому что если они так и продолжали толковать, тогда они должны принимать христианство. А христианство они принимать не хотят. Тогда надо менять понимание всего этого. Тогда надо менять толкование. Вот и все. Но все равно, то есть очень много фактов, очень много документов осталось. Поэтому книжку можете читать. Это книжка Ристос Анталы Иисус Христос или Мессия в Ветхом Завете в свете роминистических толкований. Очень полезная книга, кстати. прежде всего для иудеев. Есть еще вопросы? Все, да. Вопрос, когда в самом деле говоришь, что так говорит Господь Бог, ну, любое сутро, многие так говорили, а не как напрямую часть. Что случается этим, Ангел Господень и Иисус сказал, что он говорит Господь Бог? Или это когда Господь Бог к ним обращался? Я о чем говорю уже полчаса. Ангел Господень и Господь Бог это одно и то же. Это одно и то же. Просто так называют, так написано. То есть Ангел Господень есть Христос. То есть общались иудеи с Христом. Через Христа общались. Ну, для простоты. С Богом Отцом общались через Христа. Через Бога Сына. Понятно. Который назывался Ангелом Господним. Например. Вот и все. Вот. То есть очень просто. И это просто пророки общались с Христом. Пророки тоже через Христом общались. Поэтому Христос говорит, читайте ваше Писание и думайте, что через него будете иметь спасение. А они свидетельствуют обо мне. То читайте ваше пророчество. Ваши пророки от меня как раз взяли и меня ждали. Как многие цари и пророки хотели видеть этот день и не видели. То, что видите вы. Он своим апостолам говорит. То есть все общение иудейского народа это было именно через Христа. Понятно, да? Именно через Христа. То есть Бог, то есть в чем этот подытожить? То Егова и есть Христос. Вот. Это конечно кошмарный просто сон, да? Но на самом деле так и есть. То Егова и есть Христос. Понятно, да? Можно? Да. Вы могли ненагомнить о каком из посланий Павла Игорь Игорь сказал, что глава мира Христос и глава жизни есть это? Ну, это Павел сказал в послании Ефесянам. Да, но это не относится конечно к сегодняшней лекции. Ладно. Тихо, тихо, тихо. 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 мне непонятно, например, что когда Бог являлся не в человеческом образе, это тоже Боже Иисус, но мне понятно, как Може Тихо. Мне непонятно тот момент, что если Он явился в образе человека, его называли Ангелом, но он явился в образе человека до того, как вочеловечился. Да, ну вот так. А что, Бог не может принимать образ человека? Он же еще не вочеловечился. Ну и что? Так это мне показывает, что вас ожидает. Вот смотрите, что на голову вашу придет скоро. Он не вочеловечился, он показал, образ человеке пришел. Да. Вочеловечился один раз и навсегда. Все. И не раз человечица больше. Понятно? Образ принимать и вочеловечество это разные вещи. То есть он как бы в разных видах появлялся и не мог появляться так? Пришел же, Авраам же угостил, поел там. Ел же там мясо ел, молоко пил, смешивал молоко с мясом, понимаете? Вообще нарушил все юзейские кошерные законы. Сам Бог пришел к Аврааму, взял и молоко ел, и масло ел, еще и теленка. А вот. А вы кошерные законы соблюдаете. А можно я не по теме спрошу? Просто недавно заинтересовал такой вопрос. А католики, они же причащаются как? Священник им дает причастие тела Христа и они его руками вкушают, верно? Так же, насколько я знаю, делали первых христианин. Почему, из-за чего изменилось все, что сейчас люди не руками вкушают? Какая разница? Ну, не просто интересно. Ну, руку не дают все-таки. Но по какой причине изменилось? Ну, потому что это святение считается. Потому что хлинули в 3-4 веке всякие язычники грязными руками трогали все, что попало. Поэтому и сказали, давайте все-таки будем иметь элементарное благовение и уважение. Католикам не дают причащаться крови, только в хамятском не дают. Ладно, мы сейчас не о католике говорим. просто не о католике Хорошо. Есть в вопрос, может, камбургирка янгер нешто греем лянцер инстовум амон герем ницей картины классы. Нет, на самом деле, сколько было написано, столько и дошло. По крайней мере, в всех племянских рукописях, которые, как минимум, это первый век нашей эры, ничего не изменилось. Больше 90% что есть в древних рукописи, соответствует вот этим современным книгам. То есть сами иудеи начали кое-что менять, когда сами свои массоветские тексты начали составлять. Но, опять же, там примерно 90% то же самое. То есть искажений нет. У нас и у иудеев фактически искажений или разногласий нет по Ветхому Завету. То есть по Танаху особых искажений нет. В кумранских рукописях найдены были все-все-все свитки, которые есть в Ветхом Завете, кроме книги Эсфир. Эсфир особой роли не играет для нас. Соответственно, нету такого. То есть доказательств нет, по крайней мере. Если больше вопросов нет. Ну, все-таки, кто был сыном Маное? Какого сына обещал Бога Маное? Кто должен был родиться? Вы не сказали так и мне. Ну вот, не читайте. Это же был Самсон. Длинными волосами. Помните? Когда эта женщина, филистимянка там, с ней путалась. Вот. Ну, помните, я вам вопрос и задал. Боже, какой мужчина, я хочу родить от него. Это же она сказала. Вот. Ну и Самсона обманула, обманула в итоге. Ладно, так давайте этим закончим. Надо вам, я думаю, очередной зачет устроить.